Итак, девочки, начинаю снимать ремонтный влог. Не пугайтесь, завтра будем клеить обои, но я решила все равно снять вам без обоев. Значит, купили обои мы в зал и в коридор, и там у нас на кухню и в детскую. Сейчас я нахожусь в детской. Мы сделали здесь пол, потому что он был отвратительный, он очень-очень шумел. Мы вскрыли весь пол, купили фанеру, прибили доски, потому что, как оказалось, были налаги просто положенные доски и не прибиты. Мы купили вот эти вот гвоздики и прибили эти доски. Вот эта балконная дверь и окно были в квартире. Там у нас балкон. Давайте покажу балкон. Балкон был очень захламлен, туда нельзя было зайти. Мы с Серегой его полностью очистили. Балкон мы будем, естественно, менять. Сейчас было главное его вообще очистить от всего хлама. Дальше. Это сейчас мы с вами находимся в детской. Дальше в детской не было вот этой стены. Эту стену из гипсокартона мы сделали, ну, ремонт рабочий нам сделал. Из детской просто был вид назад шкафа. Шкаф я вам сейчас тоже покажу. Включи там свет в коридоре. Мы заказали, купили гипсокартон, купили эти перегородки железные и сделали эту стену. Завтра здесь уже будут клеить обои, поэтому такого вида завтра уже здесь не будет. Сейчас покажу вам сам шкаф. Вот этот шкаф, который, естественно, мы тоже будем менять в прихожей. Будем делать встроенный, но пока он останется таким. Вот здесь в коридоре. Это нам сегодня делали окна. Сейчас я вам покажу. Опять же, оно здесь видно. Это мы сейчас с вами в зале. Только вот только что мы выпроводили рабочих. Здесь мы пол не меняли пока, но зато мы поменяли окно и поставили пластиковое окно. На наш взгляд, окна важнее, чем полы. Ну, как бы и то, и то важно. И на кухне также мы поменяли окно. Нет, на кухне здесь свет. Вот. Вот наша кухня. И на кухне мы также поменяли окно. Так что у нас теперь во всей квартире пластиковые окна. Ура, аллилуйя. И я понимаю, что видок офигеть какой страшненький. Но просто, во-первых, не убрано. Давайте покажу вам ванну с туалетом. Это то, что не страшное. Это то, что красивое, сделанное. Вот. Здесь у нас, естественно, будет стоять машинка. И вот туалет. А, здесь еще не разгорелись лампочки. Поэтому темновато. Тоже, естественно, все сделано. Все красиво. Вот такие вот дела. Вот такие пирожки. Завтра, когда будут клеить обои, будет муж. Я ему дам камеру. Естественно, попрошу его, чтобы он поснимал вам что-то. Просто видите, как получается. Почти все делается без меня. У нас все стены очень хорошие. Мы проверили, кроме одной. Вот этой. Ее придется шпаклевать. Вот. Такие пирожочки. Надеюсь, что все получится. Что мы сделаем все так, как мы хотим. Вот такая у нас будет наша квартира. Девочки, если бы вы только знали, в каком мы сейчас живем режиме. В общем, после работы с Серегой забежали в магазин. Купили две люстры. В детскую и в зал. На кухне у нас люстра купленная еще с той квартиры. Она у нас здесь нигде не висит. Она у нас задумана на кухню. В коридор, да. Скорее всего, повесим вот эту штучку. Дело в том, что здесь плафоны делают... Оно крепится к потолку, и плафоны выравниваются. С туалетным столом, во-первых, я хочу другой туалетный стол. И это уже не сейчас. Мы решили, в общем, эту люстру повесить в коридор. Значит, обе люстры получились примерно где-то по 2500. Покажу уже, когда мы их повесим. Мы заказали натяжные потолки. Для того, чтобы сделать натяжные потолки, раз, должны быть люстры, два, обязательно должны быть уже гордины, если они у вас будут потолочные, чтобы для них сделать, в общем, там отверстие. Поэтому сегодня мы купили люстры. Завтра Серега заберет гордины у тети. И на неделе уже мы сделаем потолки. Значит, сейчас у нас поклеен зал, поклеена детская и почти поклеена кухня. Завтра Сережа, завтра пятница, Сережа берет выходной, доклеивает кухню и сдирает обои в коридоре. Переезжаем мы ориентировочно, опять же, все. Я не знаю, когда выйдет это видео, потому что я накапливаю информацию, выложу потом просто одним влогом. 25 марта переезжаем мы. 17 и 18 выборы президента. 17 и 18 я работаю, как бы, вообще круглые сутки. Поэтому хотелось бы переехать пораньше, но никак. Из вещей пока я ничего не собирала. Собирать я буду на неделе уже после выборов, потому что собирать сейчас вещи, и чтобы у нас нечего было носить. Это вообще мне не нравятся. Такие истории. В тот день, когда мы переезжаем, Максика заберет тетя к себе, поэтому мы будем переезжать без ребенка. Это оптимальный вариант тоже, потому что у нас очень много мебели. Диван наш, кроватка наша, шкаф наш, столы, стеллажи, посудомойка, холодильник, стиралка. Ну, короче, у нас очень много добра, которые надо перевести. Ящики даже кухонные у нас есть свои. Люстры, если честно, то не очень долго выбирали. И такие они, ну, классические, я бы даже сказала, посмотрим, понравится вам или нет. Что еще? Выровняли. В общем, мы вскрыли полы и в детской, и в зале. Поменяли мы полностью полы в двух комнатах. Отштукатурили стены и в детской, и в зале. Снесли дверь в зале. Сделали там перегородку в зале. Гипсокартоном. Получается, мы сделали перегородку в детской и сделали перегородку из гипсокартона в зале. Подробно буду уже рассказывать в самой квартире. Поменяли два окна. Что еще? Ну, по деньгам, это, кто меня спрашивал, по деньгам это очень дорого, потому что кажется, что мы ничего не сделали. А это выливается уже в такие суммы. Просто хочу вам сказать так, чтобы, я уверена, что будут вопросы. Окна у нас примерно получились по 11 тысяч. Потолок у нас получился в зал 7 тысяч, детская 5. Примерно где-то так. Ну, даже подороже. Мы дорого очень получился линолеум, потому что у нас в обеих комнатах линолеум. Менял пол нам рабочий. Еще за работу моему плосели. Обои у нас получились недорого. Я думала, что будет дороже. Если вы хотите просто поклеить обои, это недорого. Но, если вы хотите проштукатурить стены, сама штукатурка очень дорогая. Это с учетом того, что обои клеили нам бесплатно, штукатурили нам бесплатно. И гипсокартоновые перегородки обе нам делали бесплатно. Все равно мы потратили уже кучу-кучу денег просто. Потом, что еще? Ну, вроде... Вот я, когда это говорю, кажется, что мы вообще ничего еще не сделали. На что столько денег? Но те люди, которые делают ремонт, они меня поймут. На неделе нам сделают потолки. Когда уже у нас будет готов коридор и потолки, все, уже можно будет переезжать, по идее. У нас уже в квартире чистенько. Просто я туда не попадаю. Туда попадает Сережа, потому что он работает до 4. Я работаю до 5. В 6 нужно уже забирать Максика. С 5 до 6 мы обязательно что-то покупаем. Очень дорогая фанера. Если менять полы, мы покупали десятку. Те, кто связан с ремонтом, понимают, о чем я говорю. Десятка у нас стоит 500 рублей лист. Вот в зал нам нужно было 10 листов, потому что зал у нас большой. Вот считайте сразу, как бы. И мы купили очень дорогой линолеум, потому что посчитали нужным купить сейчас дорогой, чтобы он не порвался, ничего. Мы купили трехметровый, самый качественный. И, по-моему, вот я сейчас не буду врать, сколько стоит, но очень дорого получилось. Ковры мы еще даже не смотрели. С коврами, наверное, повременим постелем пока то, что здесь есть. Но это было такое прямое включение. Сейчас Серега уехал за Максиком. А, кстати, есть картинки люстр. Я могу вам показать картинки. Сейчас покажу. Вот это в детскую. И сейчас покажу в зал. Они, кстати, не тяжелые, ничего. А, в зал нет картинки. Ну, в общем, только в детскую могу показать картинку. Да, в зал какая-то, но это не она. В зал есть картинка, но это не она. Ну, в общем, то, что могла, показала. Больше ничего не могу показать. Было, говорю, прямое включение. Серега поехала за Максиком. Мне нужно сейчас приготовить что-то поесть. Еще этот пост у нас. Сил вообще ноль. И вот, вы представляете, в субботу мне нужно будет быть на работе на выборах уже в 9 утра. Приду я по прошлому году, сужу, что я освободилась в 8 вечера. В воскресенье, в половину восьмого мне нужно быть на участке. В прошлом году мы работали до 12 часов ночи. И в понедельник мне нужно уже на мою основную работу. Я не знаю, сколько я получу за эти выборы. Тоже, если вам интересно, скажу. Но изматывают они в этом году просто вообще колоссально. Не знаю, насколько это было сейчас полезно. То, что я вам сейчас это рассказываю. Не хочу грузить тоже вас. Ну, в общем, вот такие дела, делишки. Ну что, мы на квартире. Показываю вам сейчас обои на кухне. Обои у нас вот такие. Но это половина стены. Вторая половина стены в очень дурацкой кафеле. Мы его, естественно, в конечном итоге потом отобьем. Сейчас на первое время поклеили такие обои, чтобы хотя бы обновить чуть-чуть кухню. Сейчас мы с мужем занимаемся тем, что клеим обои в коридоре. А я вам хочу показать, во-первых, это у нас тут музыка. Нам сделали пол в зале. Мы купили линолеум в зал. И не могу вам показать, какой. Сейчас попробую показать. Не покажу. Ну, в общем, под ламинат, но вот такого цвета. Полы нам сделали очень круто. Обои у нас здесь тоже уже поклеены. Обои у нас в коридоре и в зале примерно одинаковые, только оттенок фона, да? Другой. Еще у нас была здесь дверь. Ее вынесли нам. Сделали вот эту перегородку. Сейчас хочу сделать... Выкрикивает меня. Снесли дверь и поставили вот эту гипсокартоновую перегородку. Сейчас покажу, как она смотрится. В общем, ну, обычная гипсокартоновая перегородка. В общем, зал и детская у нас готовы, кроме линолеума. И через три дня, получается, нам сделают потолки. Навесные. Натяжные, кроме натяжные. Сегодня мы сделаем... Вы хотите, наверное, спросить, где Максик? Сейчас 12 часов ночи. Максик у нас спит. А с ним в квартире моя подружка, которая согласилась. Я себя не показываю, потому что вы представляете, как я выгляжу. Вот. А я показала? Нет. Твои штаны показала. Что еще? Все писали, что... А, кстати, вот такой штукатуркой мы пользовались, кому интересно. По поводу цены обоев, Сереж, давай скажем, сколько стоили примерно наши обои. Тебя можно снимать? А если не... Я не помню цены просто. А, сейчас ты... Он чуть-чуть... Я когда его снимала, знаю, что он растрепанный. Ну, потому что я на ремонт делаю. Да. А сколько стоил линолеум? Линолеум 550, по-моему, квадратный метр. Угу. Вот. Во сколько сумма вышла? Нет, нет, нет. Квадратный метр. Ну, 550 и там 590 там. Угу. У нас цвет одинаковый. У нас чуть-чуть отличается цена от того, который в детской, который в спальне, в зале. А обои примерно у нас маленькие получились где-то по 300 рублей. Маленькие-то какие? Ну, на кухне и в зале. А, нет, в детскую. В детскую вообще 200. И на кухню тоже по 200. А большие, которые широкие, вот которые я показала в зале и в коридоре, получились 500 и 700. Да. Потому что одни были... Остатки. Остатки. Два рулона в коридор. Вот как раз в коридор. И такие же мы купили только с другим оттенком в зал. Они были по 790, что-то там рулон. Ну, мы не выпьем, то есть мы взяли те, которые понравились, но на самом деле, потому что мы понимаем, что нам просто нужно въехать, поскорее сделать ремонт. Ага. А потом мы кухню, например, мы тоже 100% будем делать ремонт. Конечно. Вот. А в других комнатах пока еще детская и зал. Но это на долгий срок детская и зал. Ага. Полы, по крайней мере, потолки стопудово. Да. Штукатурка очень дорогая. Вообще мы брали по 30 килограмм, стоит 500 рублей. Нам понадобилось три таких мешка или четыре? Три. Три таких мешка. Потом еще Сережа покупал вот такую, блин, извините, покажу вам на мусорном пакете. Вот такую штуку, миксер для шуруповерта. Тоже для... Просили показывать, что еще мы купили. Штукатурку мы мешали в обычном вот таком ведре. Вот она. Затирку. А, затирку. Еще хочу показать одни штучки. Где они, которыми мы... А, вот. Вот девочки, мальчики, кто сейчас клеит обои. Очень клевые вот такие штуки для того, чтобы, как бы, приглаживать обои. Очень удобные. Они не очень, да, дорогие? Я когда у мальчика спрашивал, я раньше пользовался резиновыми, но который, он как уголок такой. То есть он с углом сделанный, такой большой. И говорю, нет, такой, я вот таким пользуюсь. Он говорит, возьми этот, не пожалеешь. И реально, он маленький и очень удобный. Тот, который продается такой, помню, желтый, с углом таким, он неудобный, он громоздкий. И тверже. А этот прям мягкий. Здоровский. Еще, кстати, в квартире у нас остался новый газовый счетчик. Мы уже не знаем, чего он остался, но ладно, это мы будем потом выяснять. Я вытерла, привела в порядок вытяжку. Сережа будет уже не сегодня, уже потом это все делать. Вымыла хоть чуть-чуть плиту и девочки... А, кстати, мы вообще все выбросили из того, что здесь было для кухни. Оставили вот только вот такую сковородку. Не знаю, у Сережи она показалась интересной. Как я сегодня взяла до места, хотела вымыть раковину, я не смогла. В общем, как я сказала, налить жира. Вот здесь, ну просто очень... Она хорошая квартира по планировке, по всему, но абсолютно неухоженная. Здесь просто очень-очень все грязное. Я, походу, принесу всю химию, что у меня есть. Все щеточки, вот эти вот, знаете, железные. И буду все это дело вымывать. Уже принесли сюда чайник, чтобы можно было что-то горяченькое попить. И, как видите, уже... Ну, в общем, мы потихонечку-потихонечку начинаем осознавать, что это наше жилье. Вот. Извините, что я, короче, такой хлам вам показываю. Но все просили. А, и, кстати, спрашивали про вот это средство для мытья полов. Я покупала его в фикс-прайсе, по-моему, по 55 рублей. Вообще супер-клевое средство. Оно себя показало в ремонте и как средство для мытья рук, и как средство для мытья тряпок. Потому что, когда мы только приехали смотреть квартиру, я привезла только это средство. И, естественно, рабочий был, ему нужно было мыть чем-то руки, а я забыла, что здесь нет мыла. Он говорит, нормально, пойдет. Ну, в общем, вот такая я хорошая хозяйка. В общем, пока выключаюсь. Если что-то будет еще сегодня интересное, обязательно включусь. Ну, как всегда, все звонят вовремя, так хорошо началось записываться. Итак, это у нас обои детская. Такие мишки. Гордина вон. Это у нас люстра. Пока еще не включена. Я ее включу чуть позже. Когда будет потемнее. Такие маленькие лампочки с маленькими патрончиками. Когда будет ночью. Я ее сегодня ночью приеду, сниму. Так. Ну и это противоположная стена. Нужна ли она, конечно, в видео вставлять? Она грязно поклеена. Еще не доклеен вверх. Но главное, что уже почти все готово. Потолки ровненькие, хорошенькие. Прям шикарно. Мне нравится. Так. Это у нас коридор. С лампочкой висящей, да? Вот наша супер арка. Еще тут не убрано. Мусор не полы не помыты. Но арка уже поклеена. Будет еще доклеиваться уголком в периметрах. И подрезаться кусочки. Но это потом, позже, когда высохнут обои. Ну и не побоюсь этого слова. Наша гордость. Наш зал. Да? Который полностью закончен. Потолки тоже сделаны. Натянуты. Все равно. Люстра пятирышковая. Пока у нас только вкручена одна лампочка. Привезем энергосберегающие и вкручим. Такая вот люстра у нас. Пока еще тоже порядок не доделан. Длиной вот лежит еще на стене. Сегодня вечером доеду, буду его стелить. Люстра, потолки вон. У нас гардины уже висят. Пазы нарезки. Гардины. Гардины. Гардина. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...